всем привет сегодня предлагаю вам очередное видео с дизайном ногтей как вы видите плиточка у меня здесь для дизайна которую снова прислал мне магазин born pretty store за что большое спасибо я выбрала эту плитку сама но я не знала что она будет так клево оформлена если честно я вижу впервые что они так оформляют свои плитки как плитки от мою лондон то есть здесь такой из плотной бумаги конвертик с реквизитами красиво оформлен сзади тоже указаны кое-какие реквизиты в общем класс и сама плитка вот так выглядит такие на ней узоры я выбрала ее потому что мне кажется что здесь много именно реально толковых узоров даже уже глядя на нее на сайте у меня в голове родилось несколько идей так скажем несколько таких зарисовок приблизительно и сегодня давайте сделаем с этой плиткой несколько дизайнов для первого дизайна я буду использовать вот этот цветочный мотив когда я на него смотрю мне кажется что он просто требует раскрашивание его акварельными тинтами потому что он сам выполнен в таком более-менее акварельном стиле здесь такие как полупрозрачные цветы которые накладываются друг на друга и здесь большая площадь для раскрашивания для этого дизайна я уже подготовила ногти нанесла на них белый лак и сверху нанесла вот такой dance legend рассеянная голография серебристый у меня как обычно моя камера не значит такое голография но поверьте мне он голографит очень сильно вот это будет наша изюминка но в принципе тут весь маникюр можно сказать из изюминок состоит вот такой вот будет у нас сегодня стемпинг чем еще хороша наша сегодняшняя подложка тем что это голография и сияние будут пробиваться даже сквозь раскрашивание тинтом поэтому это должно смотреться совсем интересно вот так выглядит этот оттиск эта картинка на ногте по моему сейчас уже очень симпатично но мне очень хочется раскрасить для раскрашивания как обычно буду использовать тинты от dance legend не знаю все или не все там может быть только два или три каких-то но показываем всякий случай а и вот так выглядит наша роспись по-моему очень симпатично и вот эта голография которая слегка просвечивает через тинты такой изюминке придает что мне не хочется украшать глиттером как я обычно это делаю для следующего дизайна я готовлю градиент на ногтях я уже нанесла белую подложку на которой я буду носить цветной градиент и вокруг ногтей я нанесла cuticle defender от El Corazón сверху на градиент я нанесу не обычный топ а такую прозрачную субстанцию с голографическими частичками я удаляю защиту со всех пальцев кроме одного безымянного на котором я буду продолжать дизайн теперь я буду использовать два мотива вот это дерево и вот эти цветочки сначала я нанесу на свой градиентный фон черной краской вот это дерево мне бы подошло больше коричневая но мне нет такой плотной коричневой краски поэтому буду использовать черную и сверху я нанесу и вот эти цветочки розовой краской вот что у нас пока получается теперь я хочу наловить отсюда красного глиттера и посадить в центр каждого цветочка вот так дизайн наш готов осталось только покрыть его топом но перед тем как покрывать топом стоит хорошенечко просушить в очередной раз напомню чтобы случайно не размазать все старания для следующего дизайна будем использовать вот этот вот мотив с какими-то абстрактными веточками ногти я снова подготовила с белой подложкой и в этом дизайне мы также будем использовать тинты тинты но будем раскрашивать не поверх стемпинга а будем раскрашивать саму подложку сверху уже наносить стемпинг тоже одно один из видов использования тинтов тинтов я нанесла тинты вот так как-то хаотично вообще не задумываясь что получилось то получилось теперь нужно им дать хорошо просохнуть и сверху будем наносить стемпинг тинты ну и вот что у нас получается теперь осталось удалить защиту и гораздо меньше оттирать теперь черной краски я еще не нанесла топ нужно сначала конечно же все просушить иначе топ может смазать все наши старания так можно украсить все пальцы такой получается очень яркий очень летний несколько тропический маникюр мне лично нравится мне показалось что голые ногти вот эти белые да которые остались без стемпинга слишком пусто как-то выглядят рядом с такими яркими заштампованными ногтями и я нанесла на них один слой вот этого эффектного топера от dance legend серия называется рио номер 3 здесь в прозрачной базе вот такие разные квадратики разноцветные плавают вот так мне нравится гораздо гораздо больше что вы думаете для следующего дизайна с этой плиткой будем использовать элементы реверсивного стемпинга напомню что при реверсивном стемпинге наносится узор на штамп и раскрашивается прямо на штампе потом когда подсыхает этот рисунок мы его переносим пленочкой лицевой стороной вверх и при этой технике у нас получается и яркие четкие линии самого мотива и также раскраска собственно которую мы устроили буду использовать вот этот мотив сеточкой и для раскрашивания самого мотива я буду использовать вот такие три лака от эль коррозон это кремовая серия кстати новинки из кремовой серии они идут без шиммера без всяких спецэффектов и смотрятся очень насыщенно в качестве подложки я нанесла вот такой лак от dance legend из серии гель номер 1031 и он кстати однослойник такой нюдовый лак с желтым подтоном при нанесении щедрым слоем можно добиться вот такого плотного насыщенного покрытия дальше я беру по капельке каждого оттенка кисточку готовый наш штамп с оттиском и начинаю раскрашивать м 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот какая у нас плитка получилась Дадим подсохнуть Потом нанесем прозрачный топ И тоже дадим подсохнуть Я использую вот такой прозрачный топ от Evelyn Теперь нужно дать хорошенечко подсохнуть Все этой пленочке Для того, чтобы можно было дальше работать с ней Без ущерба для нее Чтобы ее не повредить Мне кажется, что уже можно начинать снимать Аккуратненько, аккуратненько Чтоб не повредить Вот получается наша лицевая сторона Которая у нас будет на ногте Но я захотела вдруг Не использовать всю эту пленочку А вырезать из нее Мотив в виде прямоугольника То есть квадратика И наклеить на ноготь Из одной вот такой пленочки Получается, к сожалению, всего только 2 квадратика Поэтому, если вы хотите украсить все пальцы То придется повозиться Я беру маникюрные ножницы И начинаю аккуратно вырезать Теперь этот вырезанный ромбик Я располагаю на ногте Вот так И также вырежу второй Приклею Теперь я снова использую прозрачный топ Для того, чтобы закрепить эту нашу наклейку на ногте Топ доплавит ее И крепко прижмет Ну и защитит, конечно, рисунок Я смотрю, что это как-то пустовато выглядит ноготь И поэтому решила поставить дотером Просто немножко точек Не знаю, если сейчас переборщу То все Ну и вот, что в итоге получилось Как вы поняли, на оставшихся пальцах Я сделала просто оттиск черной краской Тем же мотивом, который мы расписывали Потом вырезали И сейчас мне нравится Уже окончательно Больше ничего добавлять не буду Всем большое спасибо за просмотр Пишите, вдохновило ли вас что-нибудь И понравилась ли вам вообще эта палетка Мне кажется, она очень удачная Повторюсь, очень много носибельных Юзабельных мотивов Всем спасибо за внимание Обнимаю Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok